Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим влияние скоростей резания и подачи на процесс резания дисковыми ножами. Резание дисковыми ножами предопределяется в первую очередь окружной скоростью ножа и скоростью подачи материала. Основываясь на трудах горячкина, можно принять, что дисковый нож следует рассматривать как фрезу с очень мелкими зубцами. При резании микрозубцы оказывают большое давление на элементарные частицы материала, в результате чего происходит его разрушение. Для измельчения мясопродуктов применяются дисковые ножи со сплошным гладким лезвием, угол заточки которого составляет от 6 до 10 градусов. Частота среза зависит от соотношения скорости подачи к скорости лезвия. Если это отношение лежит в пределах от 1 к 20 до 1 к 30, то срез получается довольно чистый. Было проведено изучение процесса резания мяса разными способами. Неподвижным лезвием с прямолинейной режущей кромкой, бесконечным ленточным ножом и дисковым ножом с односторонней заточкой. Экспериментальная установка позволяла изменять скорость подачи материала от 0,03 до 0,3 метра в секунду и скорость лезвия от 0,5 до 25 метров в секунду. Экспериментальная установка позволяла изменять скорость подачи материала от 0,03 до 0,3 метра в секунду и скорость лезвия от 0,5 до 25 метров в секунду. Усилия резания в направлениях подачи и в направлении перпендикулярном подаче регистрировали на осциллографе при помощи тензорезисторов, наклеенных на балки равного сопротивления. Для установления влияния вида режущего инструмента на усилие резания было проведено сравнительное резание ленточным и дисковым ножами при одинаковых скоростях подачи 0,04 метра в секунду и в диапазоне изменения температуры мяса от минус 7 до плюс 20 градусов Цельсия. В результате опытов было установлено, что усилия при резании дисковым ножом по сравнению с ленточным почти в два раза меньше, что объясняется отсутствием дополнительного деформирования мяса и его защемления. При изменении температуры мяса от минус 7 до минус 1,5 градуса Цельсия усилия резания уменьшаются по линейной зависимости вида. Усилия резания мяса с положительной температурой изменялись незначительно. Большое влияние на усилие резания дисковым ножом оказывает угол встречи, который в опытах изменялся от плюс 50 до минус пятидесяти градусов при окружной скорости ножа 6,4 и 19,2 метра в секунду и скорости подачи 0,3 метра в секунду. Зависимости удельных усилий в направлениях подачи ПП и перпендикулярным П0 от угла встречи при изменении от плюс 50 до 0 градусов для верхней половины ножа имеют вид. Параметры уравнений при разных скоростях ножа представлены на экране. При изменении угла встречи в нижней половине ножа отрицательная зона усилие ПП падает до нуля, а затем возрастает. Усилие ПП равно нулю, при Фи равном минус 14 градусов для окружной скорости 6,4 метра в секунду и Фи равно минус 9 градусов при скорости 19,2 метра в секунду. При изменении угла встречи от плюс 50 до минус 50 градусов удельный крутящий момент приведенный к единице радиуса ножа и единице высоты разрезаемого материала увеличивается пропорционально от 0,31 до 0,38 килоджоуль деленное на метр в квадрате при скорости диска 6,4 метра в секунду и от 0,34 до 0,46 килоджоуль на метр в квадрате при скорости 19,2 метра в секунду. На основании результатов опытов был сделан вывод о том, что так называемый рациональный угол встречи должен выбираться с расчетом, когда усилие резания в направлении подачи будет равно нулю, что предотвращает сдвиг материала относительно опоры и искажения размеров нарезаемых порций мяса. При изменении скорости вращения ножа от нуля до 24 метров в секунду, фи равно нулю, усилие в направлении подачи снижается от 5,6 до 0,05 килоньютонов деленное на метр при скорости подачи 0,03 метра в секунду и от 5,6 до 0,09 килоньютон деленное на метр при скорости 0,3 метра в секунду. В то же время усилие в перпендикулярном направлении возрастает от 0,2 до 0,41 килоньютон деленное на метр при скорости подачи 0,03 метра в секунду и от 0,2 до 0,44 килоньютон деленное на метр при скорости 0,3 метра в секунду. При определенном соотношении скоростей суммарное удельное усилие резания имеет минимальные значения, которые приведены в таблице на экране. Понижение температуры мяса от 0 до минус 10 градусов Цельсия ведет к увеличению сопротивления резания. Зависимость суммарного удельного усилия резания от температуры имеет линейный вид. Стоит напомнить о том, что у каждого продукта имеется так называемая криоскопическая температура. И конечно же вы можете прочитать определение криоскопической температуры в интернете или в специальных справочниках. Я вам расскажу о ней просто. Криоскопическая температура такая температура, когда замерзает вода в капиллярах продукта. И для разных продуктов эта криоскопическая температура разная. В том материале, который я буду рассказывать, к сожалению, нет связи или каких-либо вообще упоминаний о том, что каким-то образом исследования были привязаны к этой криоскопической температуре. Но было бы интересно найти такие исследования, что вот у нас есть допустим у мяса криоскопическая температура Т, допустим К. И до нее мы исследуем влияние температуры на процесс резания и выше температуры криоскопической мы исследуем влияние на процесс резания и получаем такие-то результаты. Однако, к сожалению, я не смог найти такого материала. Возможно, вы в комментариях посоветуйте мне, чтобы мне такого почитать, чтобы узнать о влиянии криоскопической температуры на процесс резания. Учет и влияние криоскопической температуры на процесс резания, так как я это объяснил выше. Однако, возвращаясь к нашей видео лекции, снова повторим последнюю формулу и приведем параметр К для различных скоростей. Сравнительные исследования резания мяса ленточными и дисковыми ножами позволили сделать вывод о целесообразности использования для нарезки мяса дисковых ножей с односторонним углом заточки. Дисковые ножи являются основным режущим инструментом рыборазделочных машин. Были рассмотрены нагрузки, действующие на рыбу, и их изменения в зависимости от режимов работы машины. В опытах испытывались четыре ножа с различной формой режущей кромки, но с одинаковыми углами заточки минус 15 градусов. Со сменой направления вращения при различных режимах резания на свежей треске было установлено, что стойкость ножей с гладкой режущей кромкой меньше, чем ножей с фигурной. Обработка результатов опыта позволила получить следующие эмпирические зависимости. Для резания при попутном вращении ножа с гладкой кромкой. Для резания при встречном вращении ножа. Приведенные выражения справедливы при изменении лямбда от 10 до 300. Удельная мощность в киловаттах, деленная на сантиметр, потребное нарезание материала без учета КПД привода ножа будет равна при встречном вращении ножа, при попутном вращении ножа. С повышением окружной скорости ножа В нулевое при постоянной скорости подачи ВП мощность увеличивается, но до определенного предела. При лямбда от 250 до 430 мощность принимает максимальное значение, а затем уменьшается. Удельная мощность в киловаттах, деленная на сантиметр, потребная на подачу рыбу под нож без учета КПД привода подачи рассчитывается по формулам. При встречном вращении ножа. При попутном вращении ножа. Следовательно, с повышением В нулевое и ВП мощность увеличивается, но ее абсолютная величина остается незначительной. Направление вращения дискового ножа влияет на мощность. При попутном вращении потребная мощность для резания дисковым ножом с гладкой режущей кромкой больше, чем при встречном вращении, а мощность для подачи меньше. Было установлено, что при резании рыбы дисковыми ножами при углах заточки кромки равных 10 градусов стружки не наблюдается по сравнению с резанием фрезами. Дисковые ножи с углами заточки меньше 10 и больше 30 градусов образуют мелкую стружку. Лучшие результаты по качеству разреза получаются при резании дисковыми ножами с насечкой, режущей кромки глубиной до одной десятой миллиметра при углах заточки от 10 до 20 градусов. Кожа и кости перерезаются очень хорошо при скоростях резания в пределах от 10 до 12 метров в секунду. Наиболее эффективным для резания рыбы считается дисковый нож диаметром 200 миллиметров и толщиной 2 миллиметра с углом заточки 20 градусов. Окружную скорость ножа рекомендуется принимать равной 10-12 метров в секунду. Скорость подачи материала от 0,3 до 0,5 метра в секунду. Дисковый нож разные исследователи рассматривают как микрофрезу. На основании большого экспериментального материала было установлено, что при скорости подачи равной 0,41 метра в секунду оптимальным оказался нож толщиной от 2 до 3 миллиметров с углом заточки 20 градусов. Было проведено детальное изучение влияния основных параметров процесса резания дисковыми ножами на качество поверхности разреза рыбы. Факторы, от которых зависит микронеровность поверхности, были разбиты на три группы. Режим резания, структурно-механические свойства разрезаемого материала и состояние режущего инструмента. Испытания проводились на экспериментальной установке транспортерного типа со сменными стальными дисковыми ножами диаметром 200 и 250 миллиметров и толщиной 2 миллиметра с гладкой режущей кромкой с односторонней и двусторонней заточкой. Угол заточки изменяли от 15 до 30 градусов. Для определения параметра H максимальная критерия оценки качества поверхности реза рыбы и Е малая критерия оценки износа режущей кромки ножа были использованы двойной микроскоп со специальными приспособлениями. H максимальная определяли как среднюю арифметическую из максимальных высот неровностей, замеренных от вершин гребня до донавпадин на разных участках образца. Параметр Е дискового ножа определяли как среднюю арифметическую по 30 замерам ширины микроплощадки между коническими поверхностями режущей кромки ножа. В опытах значение окружной скорости ножей изменялись от 10 до 26 метров в секунду, а скорости подачи от 0,04 до 0,4 метра в секунду. Выбор таких диапазонов скоростей определился работой современных рыборазделочных машин. Анализ кривых зависимостей H макс от окружной скорости ножа показал, что с ростом окружной скорости, а особенно при малых скоростях подачи, H макс непрерывно увеличивается. Такой характер изменения H макс дал право утверждать, что возрастание окружной скорости при постоянных значениях скорости подачи приводит к тому, что конические поверхности ножей при незаконченном процессе релаксации волокон мышечной ткани рыбы излишне воздействуют на образованную в результате реза поверхность и как бы разрушают первоначальное ее качество. Влияние конических поверхностей кромки ножа на поверхность реза, вызывающее увеличение силы резания, отмечено во многих работах. Кривые зависимости H макс от скорости подачи имеют явно выраженный минимум. Положение минимума зависит от значения окружной скорости. Исходя из условий получения наилучшего качества поверхности разреза рыбы, рекомендуется следующее значение окружных скоростей дискового ножа V нулевое и скоростей подачи рыбы ВП. Приведенные значения показывают, что минимальные значения H макс, наилучшее качество поверхности разреза. Для различных видов рыбы зависит не столько от режимов резания, сколько от структурно-механических свойств мышечной ткани рыбы. Экспериментами установлено, что температура рыбы существенно влияет на качество вновь образованной при резании поверхности. Наилучшее качество получается при резании мороженной рыбы при температуре минус 5 градусов Цельсия. Качество поверхности значительно снижается при повышении температуры рыбы от минус 2 градусов Цельсия до плюс 5 градусов Цельсия. Дальнейший рост температуры мало влияет на изменение качества разреза. Это объясняется тем, что рыба при этих температурах в большей части своей уже освободилась от кристаллов льда и имеет свои присущие ей структурно-механические свойства мяса, которые с повышением температуры в пределах от 5 до 15 градусов Цельсия мало изменяются. На качество поверхности разреза оказывает влияние характер заточки кромки ножа. Для ножа с симметричной двухсторонней заточкой качество поверхности одно и то же справа и слева от ножа. При резании дисковым ножом с односторонней заточкой качество поверхности разреза со стороны заточки хуже, чем с другой стороны ножа. Это означает, что коническая поверхность заточки ножа воздействует на мясо рыбы, деформирует его, увеличивает напряжение в нем, силы трения мяса нож возрастают, мясо интенсивно истирается и микронеровности увеличиваются. Качество поверхности разреза также зависит от угла заточки ножа. На рисунке представлены результаты опытов с дисковым ножом диаметром 200 миллиметров с двухсторонней заточкой углом заточки 15 градусов. Ухудшение качества поверхности реза рыбы с увеличением параметра Е ножей объясняется тем, что разрыв волокон мяса рыбы происходит не в узкой зоне, как это имеет место при небольших значениях Е, а в более широкой зоне, которая возрастает с увеличением Е. Исследуя резания дисковыми ножами ржаного и пшеничного хлеба и печенья установлено, что качество разреза зависит как от физико-механических свойств продукта, так и от соотношения скорости резания и скорости подачи, а производительность машины от скорости подачи. Результаты опытов с ножом диаметром 345 миллиметров и толщиной полтора миллиметра показаны на графиках, где кривые соответствуют предельным соотношениям между скоростью подачи материала и окружной скоростью ножа, позволяющим получать удовлетворительное качество среза. Нарезание хлебопекарных изделий оказывает влияние следующие факторы. Сопротивление, которое возникает при проникновении лезвия в продукт и зависит от степени его чёрствости. Способность выпеченного и остывшего материала к изменению формы и к пластической деформации мякиша – адгезионные свойства продукта. Испытания дисковых ножей при резании отформованной халвы показали, что наилучшие результаты по качеству брикетов дают восьмигранные ножи толщиной от 0,2 до 0,35 миллиметра без заточки режущей кромки. Выбор величины переднего минус 70 градусов и заднего 20 градусов углов вызван возвратно-поступательным движением материала на режущих машинах. Экспериментально было установлено, что из многочисленных факторов, влияющих на силу резания, наибольшее воздействие оказывает скорость резания, толщина ножа и твердость халвы. Для получения математической модели процесса резания халвичного пласта калачевым были применены методы коррелиционного и многофакторного регрессионного анализа, которые позволили получить уравнение вида. Анализ уравнения показал, что сила резания халвы уменьшается с повышением скорости резания, увеличением твердости пласта халвы и уменьшением толщины ножа. Был сделан вывод о незначительной мощности, потребной на трение боковых граней ножа о стенке брикета. Оптимизация процесса резания позволила установить его основные параметры. Скорость резания 56 метров в секунду, скорость подачи 1,6 метра в минуту, температура пласта халвы 37 градусов Цельсия. Наибольшие потери халвичной крошки наблюдались при скорости резания от 19 до 40 метров в секунду, минимальные при скоростях резания от 56 до 72,8 метров в секунду. Это объясняется тем, что при высоких скоростях дисковый нож за счет возросших инерционных сил втягивается в идеальный диск, пропил имеет наименьшую ширину. При малых скоростях нож незначительно отклоняется в сторону и пропил в халвичном пласте получается шире. Математическая модель зависимости удельных потерь халвичной крошки от скорости резания и подачи толщины ножа представлена уравнением линейной множественности регрессии вида. Наряду с определением потерь халвичной крошки измерялась потребная мощность в зависимости от скорости резания. Установлено, что расход энергии увеличивается с ростом скорости резания, как вы можете видеть из таблицы. В зависимости усилия резания от угла заточки режущей кромки дискового ножа представлено в таблице. При испытаниях скорость подачи менялась от 0,3 до 0,5 метров в секунду, а скорость резания от 10 до 12 метров в секунду. При этих режимах минимальное усилие резания возникает при углах заточки диска от 20 до 30 градусов. В таблице приведены некоторые данные по режимам резания дисковыми ножами различных пищевых материалов. В этой видео лекции мы с вами рассмотрели вопрос влияния скоростей резания и подачи на процесс резания дисковыми ножами. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте уведомления. А в нем все уведомления. Поставьте лайк. Задайте вопрос в комментариях, если вам что-то непонятно. Или вы возможно хотите расширить эту тему и углубить ее, посоветовав мне какие-то дополнительные материалы. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.